На первый взгляд они хрупкие и ранимые, но украинские женщины на передовой воюют за мир наравне с мужчинами. Медики, волонтеры, разведчицы, снайперы, они не боятся никакой работы. Бойцы мужчины называют их сестрами и берегинями. Специально к женскому дню в Киеве провели бал. Организаторы говорят, чтобы напомнить, что они в первую очередь женщины и только после бойцы. Привычные берцы и камуфляж она сменила на вечернее длинное платье. Так настоящий боец и волонтер Тамара пришла на бал. Хотя большинство ее коллег не изменили привычной форме. Обычно трудно, видя эту войну, думая об этом, побывать там и чувствовать себя женщиной. Потому что делаешься такой суровой, жесткой. Даже иногда смотришь на себя и думаешь, ты женщина или мужчина. Принимаешь на себя мужские полномочия, но мы знаем, что женщины наши, украинские, они умеют и воевать, и помогать, и одновременно быть женщинами. У каждой из приглашенных своя история часто непростая. Но получая цветы или кружась в вальсе, бесстрашные бойцы снова превращаются в хрупких женщин. Мы просто решили сделать для них праздник. Небольшой праздник. Мы, конечно, думали, что они все придут у нас нарядные и снимут формы. Но это, к сожалению, очень тяжело сделать для женщин, которые воюют, которые были на передовой и которые пережили достаточно много. Поздравить коллег с праздником весны и женственности пришли и бойцы-мужчины. Они благодарны женщинам за поддержку и мужество. Признаются, вряд ли справились бы без своих берегинь. Я хочу сказать низкий поклон украинским матерям, что народили таких дочерей. Очень. Даже слов в энциклобеде я не могу найти, как они оказывали нам не только помощь в медицинскую, в боевых действиях. Это как наши сестры, побратимы и сестры. И всех бойцов поздравляю их с женским днем. Самое главное им здоровье, что они пережили. Это, чтобы не повторилось ни им, ни детям. Только в вооруженных силах Украины служит около 20 тысяч женщин. Из них почти 2 тысячи в зоне АТО. На балу без страша и мужества прекрасной половины отметили специальными наградами. Но те уверяют, лучшая награда для них – это мир. Тамара Кононенко, Дмитрий Гришко, ЮЭТВ.